Мир в шоке. И этот шок порожден Украиной. 27 января 2015 года в 13.05 фактически Верховная Рада проголосовала за войну, потому что Верховная Рада Украины в своем обращении, принятом к организации объединенных наций, Европарламенту, национальным государством фактически признала Российскую Федерацию страной-агрессором. Вы только вдумайтесь. На планете Земля парламент одной из стран называет другую страну агрессором. Значит, та другая страна развязала против этой страны войну. И в своем обращении Верховная Рада Украины так и призывает не допустить безнаказанности виновных за преступления против человечности, причиненные сначала российской агрессии на Украине. То есть уже сразу в своем обращении констатируется, что есть виновные в преступлении против человечности. И называется, кто виновен, Российская Федерация. 271 депутат проголосовал за. Ну, как мы и говорили, парламент войны, конечно, за эту войну проголосует. Что интересно, сейчас прошло два с половиной часа после этого голосования, на сайте Верховной Рады нет никаких материалов, ни стенограммы обсуждения этого вопроса, ни самого обращения на сайте Верховной Рады. Да и депутаты голосовали с голоса. Все четко в русле Евромайдана. Вот какой шабаш был там, этот шабаш перенесен в парламент страны. Я прекрасно понимаю, чем я рискую этой передачей. В блоге Дмитрия Седова 27 января появилась информация с той закрытой части Совета национальной безопасности Украины, заседание которого было в воскресенье, 25 января. Когда Яценюк, Турчинов и Аваков, как я понимаю, чуть ли не в истерическом состоянии, обсуждали вред пятой колонны, как они называют, то есть инакомыслящих. Вред для того, чтобы успешно побеждать Россию. Они сказали, что будет три главных направления борьбы с этой пятой колонной. Первый из которых, цитирую Седова, преследование местных граждан, распространяющих антигосударственную информацию вплоть до их физического уничтожения. Второе. Внесение через оперативной возможности спецслужб раскола между формированиями добровольцев, чтобы не объединились они против Киева. Ибо нынешняя власть Украины страшно боится нового Майдана, который готовится на середину февраля. И третье. Направление работы. Дискредитация ополченцев всеми имеющимися средствами. То есть уже договорились власть, придержащую о физическом уничтожении инакомыслящих. Но это классика. Это и есть бандеровщина. Ведь как раз бандеровская идеология предполагает уничтожение инакомыслящих. В своих работах идеолог украинского нацизма Донцов показал, что нация – это вид в природе. То есть опустил разумную жизнь человека, как существа разумного, до просто бактерии, просто растения. И Донцов показал, что нация формируется только в борьбе. У них поставлена задача сформировать украинскую нацию. Но это не ими поставлена задача. Задача поставлена Соединенными Штатами Америки, поставлена уже давно. Под это идет и финансирование. Для этого им нужна война. И для того, чтобы вот эту нацию, вот это украинство, сформировать, они уже договорились до того, что физически будут уничтожать не только население Донбасса или любого другого региона Украины, которое смелится быть против такой власти, но и вообще инакомыслящих. Однако, как лидер левой оппозиционной прогрессивно-социалистической партии Украины, как народный депутат Украины 2-го и 3-го созыва, как кандидат в президенты Украины и 99-го и 2004-х годов, я не могу молчать. Я не могу согласиться с этим шабашом, который произошел сегодня в парламенте. Весь ужас ситуации в том, что зомбируя прежде всего депутатов, неграмотных, малоразвитых, агрессивных по своим устремлениям, проплаченных Соединенными Штатами Америки и продавших душу дьяволу, вот в этом обращении, которое принято к Организации именных наций, Европейскому парламенту, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее НАТО, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской Ассамблее ГУАМ, Национальным Парламентом Государств Мира, о признании Российской Федерации государством агрессором. Вот в этом обращении вообще написаны чудовищные вещи, просто чудовищные. Начиная с того, что агрессия началась в конце февраля 2014 года. Вот оказывается, когда началась агрессия России. Как? Какие доказательства? А не нужны никакие доказательства. Здесь и дальше никаких доказательств. Здесь пишется, очевидная есть вина России и ее принадлежность к таким терактам, как сбитый гражданский пассажирский самолет рейса МН-17. Им не нужна абсолютно никакое расследование, суды, выводы. Дальше трагедии в Волновахе, Донецке, в Мариуполе. Они уже сами знают, кто виноват. Они уже сразу судили, что это Российская Федерация. Ну а дальше, дальше они посылаются на нормы устава Организации объединенных наций и посылаются на положение резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 33-14 определение агрессии от 14 декабря 1974 года. Я не поленилась. Я взяла эти материалы в интернете для того, чтобы знать, что же конкретно написано в 39-й статье Устава Организации объединенных наций. В этой статье написано, что Совет Безопасности определяет, Совет Безопасности ООН определяет существование любой угрозы мира, любого нарушения мира или акта агрессии. Совет Безопасности. Здесь слова нет о том, что какой-то национальный парламент может взять на себя право и определять, агрессия это или не агрессия, и называть государство агрессором или не агрессором. Кстати, я посмотрела и нормы Конституции Украины. 85-я статья Конституции Украины, где также расписаны полномочия Верховной Рады, что она имеет право делать. И там нет ни слова о том, что Верховная Рада Украины имеет право определять, кто агрессор, кто не агрессор. А вот 19-я статья Конституции Украины, часть 2-я, конкретно запрещает депутатам, президенту, чиновникам делать что-либо, кроме того, что предусмотрено Конституцией и законами Украины. Итак, перекрутив норму 39-й статьи Устава Организации Объемных Наций, перекрутив ее вроде бы с правом парламенту Украины определять, кто агрессор, кто не агрессор, дальше идет посылка на материалы непосредственно Генеральной Ассамблеи ООН. Резолюция, как сказано в обращении, от 14 декабря, действительно, была такая резолюция от 14 декабря 1974 года, определение агрессии. Взяла я эту резолюцию. Статья первая этой резолюции определяет, что такое агрессия. Агрессией является применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства или каким-либо другим образом несовместивым с уставом Организации Объемных Наций, как это установлено в настоящем определении. Итак, применение вооруженной силы государства не россияне пришли на территорию Украины, а я знаю, что пришли, действительно, и они воюют как с одной стороны, со стороны ополченцев, так и с другой стороны, со стороны украинской армии. И это факты. Не национальность, не граждане какого-то государства, а вооруженной силы государства. Где решение какого-либо государственного органа Российской Федерации о том, чтобы отправить на территорию Украины такие-то конкретно вооруженные части, живая сила и техника, где эти доказательства? Дальше читаем. В этой же резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, номер 3314, статья 3, даются в этой статье действия, попадающие под определение агрессии. Давайте возьмем эти действия. Таких 7 действий расписаны в резолюции. Вторжение или нападение вооруженных сил государства. Это первое, первое, о чем говорится в этой статье. Вооруженные силы государства. Я уже сказала, фактов, доказательств нет. Идет только инсинуация, идут только мифы, домыслы. Постоянный психоз. Я уже за этот год, вернее за 8 месяцев, когда уже идут военные действия, раз 20 слышала. Вот оно, вторжение, вот оно, вторжение. Где? И что вы хотите сказать? В то время, когда натовские спутники контролируют весь космос, все воздушное пространство, и нет подтверждения вторжения вооруженных сил Российской Федерации, если бы оно такое было. Потому что нет, значит, факта. Дальше читаем эту третью статью. Какие действия подпадают под агрессию? Бомбардировка вооруженными силами государства территории другого государства. Нет доказательств. Блокада портов или берегов государства вооруженными силами другого государства. Нет такого. Нападение вооруженными силами государства на сухопутные морские или воздушные сил. Нет такого. Применение вооруженных сил, следующий пункт, одного государства, находящегося на территории другого государства. Опять нет подтверждения. Следующий пункт. Действия государства, позволяющие, чтобы его территория, которую оно предоставило в распоряжении другого государства, использовалась этим другим государством для совершения акта агрессии. И последний, седьмой, засылка государством или от имени государства вооруженных, здесь написано, банд, групп, нерегулярных сил и все прочее. Доказательства. Где доказательства, если есть акты агрессии? Кто должен рассматривать эти доказательства, если бы они были? Существуют, мы живем в цивилизованном мире, международные суды. Есть Международный суд Организации Объемных Наций. Это судебный орган ООН. И пытались именно в этом суде рассмотреть применение силы Сербии и Черногории против Бельгии. Значит, Международный суд ООН ответил, что рассматривать это дело не будет, это не его прерогатива. Почему? Потому что это происходило в 99 году, а в 98 был создан Международный уголовный суд. Тогда в Риме 120 государств, членов ООН, приняли римский статут. Учредили суд. И вот в соответствии со статьей 5 Римского статута, Международный уголовный суд обладает юрисдивцией в отношении следующих преступлений. Четыре градации. Первое. Преступления геноцида, преступления против человечности, военные преступления и преступления агрессии. Вот кто должен рассматривать преступления агрессии. Итак, нормы международного права четко определили. Совет Безопасности ООН, только Совет Безопасности ООН, должен рассматривать и определять, были ли акты агрессии, является ли государство агрессором. Международный уголовный суд должен выносить вердикт. Это же серьезное дело. Если государство агрессор, следовательно, тогда мировое сообщество имеет все необходимые полномочия, чтобы это государство блокировать. И не только санкциями, но можно, может быть, и применять и другие. Не то, что может быть, а действительно применять. И другие действия для подавления агрессора, для недопущения поджога новой мировой войны. А тут без суда и следствия. Просто так. Походя. Шабаш в парламенте, 271 голос. С голоса принимают решение Россия-агрессор. Зачем это делает украинская власть? Зачем она это делает? Эта же власть банкрот. У нее судороги. У нее конвульсии. Эта власть видит, что интерес к Украине пропадает. И как бы они не поднимали пену на Западе, как бы им в этом не помогал Вашингтон и Лондон, А ведь у многих стран происходит просветление рассудка. И выступление Чуркина, полномочного представителя Российской Федерации в Совете Безопасности, 26 января, накануне, оно очень четко и очень аргументированно показало, что нужно остановить бойню. Бойню, которую развязали украинские вооруженные силы. Против мирного населения. Против ополченцев. И он показал в своем выступлении не только трагедию Волновахи и Мариуполя, на которой спекулирует украинская власть, а с Донецком что творится? С Горловкой, со Стахановым. Последняя неделя. Когда только в Горловке больше 107 человек убито. Когда десятки убитых в Донецке, в Стаханове. Тысячи домов разрушены. И украинская власть не объявляет никакого дня скорби и не принимает на себя вину за эти бомбардировки. А давит, давит, давит на мировое сообщество. Чтобы что? Чтобы техникой помогли Украине. Сюда направили новые и новые полчища наемников украинской власти не понравилось, что Путин дал характеристику украинской армии, как иностранному натовскому легиону. А что же хотела украинская власть? Когда сюда затягивает в эту воронку войны все новые и новые силы и наемников, и наших ребят. Украинских ребят, которых не объявляя войны, не объявляя военного положения, но объявляя мобилизацию, одну, вторую, третью, четвертую, пятую, бросают и бросают в топку, в топку войны. Это для них, там, в Днепропетровской области, отведено 80 гектаров земли и уже вырыты могилы. 80 гектаров из расчета 5 квадратных метров на одну могилу для 160 тысяч уже могильник устроен. Для украинской власти страшно выгодна война, потому что нужно отвлечь внимание от провала в экономике. Ведь технический дефолт уже налицо. Уже вот он, реальный, суверенный дефолт грозит. Сколько осталось золотовалютных резервов? 7,5 миллиардов долларов? Профукали 2 трети за год. А сколько нужно выплатить долга? В этом, в 2015 году, 11 миллиардов. А с чего платить? Международный валютный фонд вводит как козу морковкой за собой, а не дает следующие транши. 17 миллиардов, уже даже 26 миллиардов пообещал. Отдал только 4,5 миллиарда в прошлом году. И новые транши не спешит давать? Что Евросоюз? Аж полмиллиарда выделил. Так Сорос, их же Сорос, сказал, что нужно минимум 50 миллиардов долларов для Украины, чтобы удержать страну. Нет таких денег. Нет. А предприятия останавливаются. Чего стоит только остановка Южмаша? Красавец Южмаш. Гордость нашей экономики. Жемчужина машиностроения, ракетного машиностроения Украины. И что? Завод, на котором было 50 тысяч работающих, скукожился в 10 раз, уменьшив свою численность, 5 тысяч работает. Так 80 миллионов, 80 миллионов гривен за должность по зарплате. Люди бастуют, им есть нечего. Остановили Южмаш до 2 марта. А кто его откроет 2 марта? А какие госзаказы есть для ракетной техники? Кроме России, никто такие заказы Южмашу не даст. Как останавливаются и другие предприятия. Как разоряется малый, средний бизнес. Разоряются фермеры. Люди не могут выжить на эту нищенскую зарплату. На нищенскую пенсию, не проиндексированную, несмотря на то, что в прошлом году только официально цены увеличились на 25%. А коммунальные услуги в 2-3 раза. А цены на продукты питания не менее, чем в 2 раза. Но прожиточный минимум, зарплата и пенсия не проиндексированы. Детям отказывают в школе, в питании. Для этого денег нет у страны банкрота. Вот им и нужно внимание отвести, переключить на войну, психоза, этот антироссийский постоянно нагнетать. И вторая их цель распродать Украину иностранцам. Зачем они этих иностранцев в правительство во все комитеты понаводили? Зачем? Вы думаете, что это очень умные и грамотные люди? Да ничего подобного. У нас на Украине умных, грамотных, квалифицированных полным-полно. Я в этом убеждена. Но нужны иностранцы, смотрящие, которые сейчас будут контролировать, как пойдет приватизация. Шутка ли? Из 1220 объектов, которых они бросают сейчас, это уже лучшие остались объекты, стратегические объекты Украины. Они бросают на приватизацию, они хотят государственной собственности только 500 с небольшим оставить, все остальное на продажу. А Сорос, вы думаете, просто так? Меценатом Украины вдруг стал. Не он ли ждет, когда на продажу будет выброшена земля Украины? Наши черноземы. 3 триллиона долларов рыночная оценка земли Украины. Вот что нужно этой власти. Переключить внимание населения с экономических и социальных проблем на милитаристский психоз и в это время разграбить страну, распродать иностранцам. Им Украина не нужна. Им нужен пожар Третий мировой. Я думаю, именно для этого их финансирует Вашингтон и Лондон. И сейчас мир будет расколот. Когда истерически заявляет Порошенко и оценюк Турчинов, что все страны против России чушь. Какие все страны? Китай поддержал Россию в ее внешней политике. Индия, Бразилия, Иран, Сирия, да масса других стран мира за Россию. Даже Белоруссия прекратила свои какие-то колебательные движения и четко высказалась поддержка России. Да, мир будет расколот. на страны, которые будут поддерживать нацистскую власть Украины, поджигающую пожар Третьей мировой, и страны, которые объединятся с целью охладить эти воспаленные, пылающие головы украинской власти. Охладить, остановить пожар войны, остановить пока не поздно, с каждым днем, с каждым часом накаляется обстановка в мире. Я утверждаю, то, что произошло 27 января 2015 года в 13 часов 05 минут в парламенте Украины это провокация. Это провокация бандеровской, проамериканской, антинародной власти Украины. Мы, народ Украины, мы не хотим войны. Мы никогда не отказывались от России. Мы знаем, что это наши братья, россияне, белорусы. Мы не хотим крови. Мы хотим, чтобы торжествовал мир и справедливость. Остановите пожар войны, пока не поздно. премьер. Продолжение следует...